Друзья, 97% зрителей смотрят новости без подписки, подпишитесь, чтобы не пропустить свежие новости. Долгие годы Европа обеспечивала свое благосостояние за счет ресурсов из России и формировала на этом фундаменте свою промышленность, постоянно увеличивая достаток и развивая индустрию. Но вместо того, чтобы уважать такую щедрость, Евросоюз не прекращал оказывать экономическое давление и ставил барьеры для развития двухсторонних торгово-экономических отношений в разных сферах, которые не касались сырья. Рано или поздно такая кооперация начала бы вызывать много вопросов, ведь ресурсы и сырье – это основные товарные группы, которые Европа приобретала у России, не давая российским компаниям выйти на свой рынок. Естественно, в этом не было заинтересованности, ведь в таком случае продукция европейских производителей потеряла бы свою актуальность и конкурентоспособность. В России уже не осталось наивных специалистов, полагающих, что снабжение Европы ресурсами – это есть главная цель, все, кто так думал, уже лишились возможности оказывать влияние на ключевые отрасли. Даже финансовый контроль со стороны ЕС над российскими банками оказался утерян, за последние годы они упускали из рук один рычаг давления за другим. Но после того, как в Евросоюзе решили указывать России за сколько именно она должна продавать свою нефть и газ, стало понятно, что другим способом получать российское сырье уже не получается, приходится закреплять это законодательно. А ведь раньше достаточно было пообещать пару кредитов по низким процентам, как они добивались желаемого, например, «Газпром» строил им за свой счет объекты в энергетике, налаживал газотранспортные системы. Я, конечно, понимаю, что не все еще осознали серьезность происходящих изменений и по-прежнему думают, что у Европы в наличии имеются козыри, которыми они раньше пользовались, но это далеко не так. Иначе им не пришлось бы заходить так далеко и начинать отбирать российскую собственность и активы – это важный показатель. Да, европейского имущества в России на 1-3 трон долларов и уже начался постепенный процесс отъема в качестве ответных мер, но самый главный ответ – это запрет на заключение договоров с компаниями, которые используют ценовые потолки. Этого больше всего боялись в Европе и рассчитывали, что на такие меры в России никогда не пойдут. После запрета поставок газа странам, которые ввели ценовые ограничения и в Европе постараются принудить Россию не делать этого, пытаясь заставить безоговорочно выполнять все европейские требования и продолжить снабжать их экономику ресурсами по той цене, по которой они укажут. В противном случае европейские компании не смогут получать выгоду в трейдинге, ведь они успешно зарабатывали, делая наценку на российский газ и нефть, перепродавая сырье своим промышленникам и энергетикам втридорога. Им и так уже пришлось увеличить тарифы на газ и электричество на несколько сотен процентов, делая собственное производство нерентабельным, и если российский газ вообще перестанет к ним поступать, то это станет серьезным экономическим ударом. Даже после вступления в силу ответных российских мер в Евросоюзе не перестанут требовать безоговорочного подчинения их юрисдикции, но попытка создать экономическую неопределенность не сработало и все их требования будут проигнорированы. Фактически на «Газпром» начнут сыпаться претензии о том, что он якобы нарушает договоры и отказывается от своих обязательств по экспорту, хотя в реальности вмешательство ценовыми потолками уже привело к тому, что эти договоры недействительны. Все помнят, как в Европе начали удерживать турбины и возить их по разным ангарам, а потом требовали у «Газпрома» компенсации за остутствие поставок газа. Юридических оснований требовать безоговорочно выполнять контракты нет абсолютно никаких, это будет лишь бессмысленная трата времени на юристов и заставить Россию отказаться от ответных мер, конечно, не получится. Самое главное, что с юридической точки зрения действия России безупречны. В Европе требуют от России не брать под контроль зерновой рынок. Крупнейшие канадские и американские зернотрейдеры обеспечивали контроль над экспортом российского зерна по следующей схеме – они приобрели множество элеваторов и перерабатывающих заводов в разных российских регионах и через европейские. Турецкие фирмы скупали все объемы урожая по внутренним ценам. А потом направляли в другие страны для продажи по мировой рыночной стоимости, которая намного выше. Так продолжалось еще с 90-х годов и иностранцы были уверены, что так будет и впредь, но они ошибались. Когда в правительстве РФ начали предпринимать шаги, направленные на обеспечение собственных экономических интересов, чужие перекупщики оказались не к месту. В России начали создавать такие условия, чтобы оттеснить иностранных зернотрейдеров от отрасли и результат не заставил себя долго ждать. Приобретение большого количества грузовых морских балкеров и создание собственной страховочной системы совместно с Китаем и Индией подтвердило серьезность российских намерений. И вот теперь в США и Европе начинают осознавать свою ошибку, ведь если Россия сама начнет контролировать собственный зерновой рынок, то это отразится на доходах иностранцев не в лучшую сторону и они не смогут извлекать прибыль от перепродажи российской сельхозпродукции. На Западе поняли, что Россия будет просто договариваться о продаже зерна с другими странами, совершенно игнорируя чужие зерновые биржи, а это чревато для зарубежных ретейлеров потери огромных доходов. В американском Царгилл и в канадской ветерак, которые имели в России множество активов, это прекрасно на себе ощутили. Однако я вижу ситуацию немного под другим углом, уход этих двух крупнейших зернотрейдеров из России – это вовсе не демонстративный, а вынужденный шаг. Введение правительством РФ код на вывоз зерна рассчитан таким образом, чтобы иностранные перекупщики не могли оперировать основными объемами урожаев. В России уже давно происходит вытеснение зарубежных выгодополучателей, и ушедшие ветера и Царгилл вынуждены были содержать элеваторы и заводы в России, а сверхприбыль от перепродажи зерна у них просто тихо отобрали. Это стало для иностранцев невыгодно, иначе бы они цеплялись за любую возможность остаться. Тем не менее, они сделали вид, что уходят, типа хотели оказать влияние на нас, но не получилось, и они в отместку хлопнули дверью. Европейские компании-посредники, которые обеспечивали работу крупных ретейлеров из Канады и США, требуют обратить внимание, что российские организации берут под контроль российский зерновой рынок и в двухсторонние торговые отношения европейцы в таких условиях не смогут больше вмешиваться. Прибыль, конечно, Европе в данном случае не достанется, перепродавать российское зерно задорова в другие страны станет невозможно, но самое для них обидное – это утеря рычагов давления на отрасль. В Европе и США хотели бы не допустить такой самостоятельности, но им никто не разрешает. Ставьте лайк, если не видите ничего, страшного в уходе иностранных зернотрейдеров с российского зернового рынка. В Германии опять требуют от России не взыскивать аванс после нарушения контракта немецкой Линдии. История с нежеланием немецкой компании Линдии отдавать присвоенные российские деньги получила свое продолжение, в Германии все еще надеются оставить эти финансовые средства себе даже несмотря на то, что они самовольно нарушили контракт на строительство и не выполнили обязательства по договору, поэтому попытка прикарманить российские деньги выглядит довольно странно и неприятно. Год назад немецкая компания Линдии объявила о приостановке контракта по строительству газоперерабатывающего завода в Усть-Луге в одностороннем порядке, исходя из политических мотивов. Компания заключила договор с Русским Альянсом, являющимся совместным предприятием Газпрома и Русгаздобычи, но по факту договорные обязательства немецкая фирма нарушила и пытается оставить себе аванс 946,5 миллионов евро. На этот раз в Линдии хотят заручиться поддержкой гонконгского арбитража, обосновывая это тем, что компания не может выполнить свои обязательства перед российским заказчиком по той причине, что если они выплатят обратно российский аванс, то это нарушит политические и экономические ограничения, которые незаконно наложили компании ряд стран. Химическая компания Линдии имеет штаб-квартиру в британском Гилфорде после слияния с американской Прохаир, поэтому там пытаются юридически обосновать, что имеют право отбирать российские деньги, выплаченные в качестве аванса. Однако в России думают по-другому, и на все имущество и активы Линдии был наложен арест в рамках обеспечительных мер. Теперь немецкая-американо-британская компания требует через гонконгский арбитраж снять арест с активов и считает российские требования неправомерными, то есть иностранцы должны были просто присвоить российские деньги и нужно было. Чтобы Россия не обращала на это внимания и уж тем более ни в коем случае не отбирала имущество Линдии. Такое поведение для зарубежных компаний не новость, они привыкли за счет России обеспечивать свое благосостояние. Но теперь у них такую возможность жестко отобрали и заставляют выполнять свои обязанности во что бы то ни стало, если при этом иностранная компания понесет финансовые потери, то это даже лучше. Чтобы в будущем такого поведения они себе не позволяли. Я помню, как некоторые говорили о том, что Россия ничего не сможет сделать в ответ и просто забудет про эти деньги и эта смешная болтовня для них казалась вполне оправданной.